Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и видите начало свежей партии в Сидмерс Цивилизейшн 6 со случайными деревьями технологий и социальных политик и с новым режимом корпорации Монополии. В этот раз я захотел немножко разнообразить игру. Во-первых, тут стоит ограничение по ходам, максимум 160 ходов, это чтобы была доступна победа по очкам. Во-вторых, выключена военная победа, это для того, чтобы вот в этой таблице сверху, где все цивилизации, не было видно силы юнитов, общей силы юнита игроков. Таким образом возрастает роль разведки. А во-вторых, выключена научная победа. Тут я немножко ошибся, я надеялся, что и науки не будет видно, но ее все равно видно, так что я вам рекомендую научную победу оставлять, чтобы была возможность все-таки в космос улететь за 160 ходов. На самом деле это вполне возможно. Кроме того, мы договорились не использовать вообще термоядерные ракеты. То есть только первые ядерки можно использовать. Они хотя бы, ну их хотя бы можно сбить зенитками. Так что без термоядерок и играем на карте континент. Мне досталась Япония, очень сильная цивилизация. Я думаю, интересно будет вам показать. Хотя у меня уже и были игры за нее на канале, но очень-очень давно. Ну и в целом партия опять получилась необычной. Напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Именно они и вдохновляют меня делать все больше и больше видео. Для всех остальных серии будут выходить раз в сутки. Всяком случае, так планируется. На этом вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра. Ничего, у меня тоже какой-то странный старт. Я тоже надеялся на другое какое-то место. Ну ты что, сохранил уже? Так, просто мы рехост сделали, там дед бородет вылетал. А так как я сохранил настройки, то карта тоже точно такая же загрузилась. Видимо, у нас выделяют места по... И там Челине поменял себе цивилизацию в надежде на то, что у него место получше будет. Мы ему то же самое выдали опять. Просто все на тех же местах остались. Так что... Нет, там сид. Если ты внизу в настройках ну, в настройках лобби промотаешь внизу, ты увидишь, что там есть циферки такие по по карте и еще почему-то, по-моему, как раз по расположению. И вот оно... Если ты все то же самое введешь, у тебя будет еще такая же карта каждый раз. Я про это говорю, что карта та же осталась, и те же старты. Да, да, да. Это имею в виду, что по местам в лобби. Оно распределяется заранее все. Ну, это странно, потому что, по идее, бета-баланс-старт должен еще просчитывать, чтобы не было в десяти клетках рядом хотя бы. Я не знаю, как он так определяет. Но если по местам в лобби, то это тупо, конечно. Да, нелогично по местам в лобби, в теории. Ну да, можно поменяться местами. Так, мы уже в наводство пошли. Нет, ну это предположение просто. Просто сильно на тех же местах остались. Как по-другому. Ну, в случае Цивы, любое тупое предположение может оказаться правдивым. Это вспоминая, как они дипломатическую победу считали в конце хода. То есть, сначала прибавляли очки, а уже отнимать не надо было. Все, чувак победил. Так, ну... Так, ну... Переделали, что в начале, да? Да, да. Так, никак... Кто-нибудь еще не загрузился? Я просто смотрю, вот, все, поехали. Помогла, ёу, ну как всегда. Главное, чтобы тебе помогла. Все вылечилось. У меня только Озеро теперь по-другому называют. Да, у меня, кстати, тоже. У меня теперь турецкий тянут Светланы на Озере. Блин, вообще странно. То есть, получается, такое ощущение, что карта как будто генерируется вообще еще до загрузки, что ли? То есть... А, я, кстати, хотел сказать. Походу, да. Я бы реально рестартнул. Конечно, можно продолжать, но как хотите. Ну ты поборись по... По это... Не знаю, в Турции всегда как бы хреновые места. Я не знаю, что ты... Я кашпай, что ты отстойчиваешься. Это хорошо. Это классно. Так, ну, у меня какие-то холмы есть. Пусть, а может, мне одного скаута оставить. Потому что, заставите, у нас мне тут некуда бегать особо. Давайте, я, может, пока одного сделаю. Ну, серьезно, вот куда? Вот этот туда идет, этот сюда. Все, куда мне еще одного скаута? Это, наверное, если ты играешь за Россию, потом выбираешь нацию другую. У тебя спаминешь денег в тундре? Ну да, как бы. А ты играешь за какой-нибудь мали. Мали в тундре. Мечта старт. О, слушайте, а тут какая-то территория, между прочим. Блин, ну это жалко, не для этой. Судно может рыбацкие лодки какую-нибудь, ничего, брать. Ага, тут у нас есть места под кампусик. Вот это интересно. Правда, это жалко, что наличие вулкана. Ну, это плюс 4, да? Это даже плюс 5, потому что я здесь горы где-то поставлю. И тут еще даже плюс 6, ребята. Это кампус на плюс 6. Одинственный минус наличия вулкана, который будет периодически выбрасывать. Тут какая-то, какие-то, блин, поля начинаются. Ну, вообще, на самом деле, Япония это имба, по-хорошему. На самом деле. Я ее давно не выбирал, именно потому что она имба-цивилизация для развития соседства районов. Ну, кстати, вот зато место у меня, у столицы, как раз не очень. А, ну я с чего тут начну? Медь, овцы, блин, наверное, надо... Наверное, надо рыбацкие лодки открыть. Потому что 3 клетки, это это, это и вот это обработать. А, блин, у нас море... Блин, у нас же случайные эти. Тьфу ты. Да, ну тогда горные. Поехали. Тогда я, наверное, овцы... Ну, лошади, кстати, рядом... Ну, блин, опять под вулканом тоже жалко. Овцы, лошади и, наверное, медь вот эту обработаю, чтобы тут рядом было. Тут как раз присоединятся, скорее всего, клетки. Блин. А вот тут у нас лагерь ва... Так, нам надо, короче, сюда к лагерю варваров сходить. Тут где-то город мы будем ставить. Хотя, я думаю, может, даже прямо на лагере варваров. Так, ну здесь... У нас вот сюда будет город идти. Видите? Ну... А с другой стороны, знаете, хорошее место в суббане вообще не надо думать, что делать. Потому что у меня тупо два места, куда город поставить в следующий вот дальше. То есть далеко идти нельзя, потому что там лояльность и прочее. Я могу только здесь поставить. Можно особо не выбирать. Раз, два, три. Да, вот тут хорошее место. Тут еще надо подумать. Вот тут территорию открою сейчас. Поменяемся местами. Я туда побегу скаутом. А этим буду сейчас заниматься варварами. Тут, конечно, интересно. Тут еще какая-то территория. Судя по всему, мне... Мне бы еще одного рабочего не помешало, когда открою мореходство. Вулкан у нас на одну крючку, правильно? Нет, на тройке уже на две, по-моему. Да, кто-нибудь напомнит вообще? Ну что? По-моему, на тройку поставили. Ну, на тройка стоит точно. На тройке на две бьет или на одну? По-моему, на две. Они там в каком-то патче это правили. Раньше было только четверка. Да, пожалуй, тут буду ставить там, где... Блин, хотя... Раз, два, три. Конечно, сюда бы влез еще город, да? И потом сюда. Не, наверное, давайте... Не будем так жадно. Это все-таки у нас шестая цива. Это все-таки шестая цива. Ну, наверное, уже поселенца можно начинать. Первого пойду туда ставить. Думаю вот про Стоунхенш, но Стоунхенш, к сожалению, не ставится. Видите, одни холмы вокруг камня. Круп камня. О, Фудзи заработал. Хреново. То есть у меня сейчас могут тут рабочего и все мои улучшения поломать, и у меня не ускорится нифига. Мастерство. Ох ты, тут у нас еще вулкан заработал. Давайте трудовую повинность. Ну, а здесь поселенцы сразу. Что откладывать? Четыре хода. Так, не извергся еще. Работаем пока. Так, следующим ходом как раз лошади добавятся. Отлично. О, здорово, здорово. Ты слева пришел? Снизу? Да. Понятненько. Давай езда, письменность. Так, как далеко тут? О, так он тут вообще рядом. Ты далеко? А, ну вон его столица. Блин. А че так мы близко? Слева от тебя, да. Вот это нехорошо. Вообще-то... Вообще-то... Вообще нехорошо как-то совсем. Ну, то есть... Да, тем более шумер. То есть тут вообще никак на раннем этапе ему ничего плохого не сделать. О, урок. Да-да. Это мне рабочего построили. А-а-а-а... Ладно, давай 15 монет и рабочего не трогаю. Гоп-стоп подошел из-за угла. Японские гопники. Что это за террор такой японский? Ну, надо же как-то выживать. А, ты решил не платить, да? То есть... Я постоял в город спрячь. Ясно. Ясно. Вот так мы с тобой договариваемся. Я понял. Все, война. Кофей рабочий. Привет, грузин. Здорово. Так, ну и на какие места претендуешь, а считалось... Обрабую. Я уже, пожалуй, туплю. Надеюсь, в ходе не успеет извергнуться до следующего хода. Так, ну, мне сюда надо идти, чтобы посила защищать. Это не сильно до места. И мне надо как-то сюда мешать. Но я даже не знаю, что мне сделать. Да, да, сейчас. Блин, мне сюда стримить. То есть ему надо позволить в город поставить. У меня проблема в том, что у меня так больше негде селиться. Тут-то я поставлю. Ну, ладно. Там жили. Дальше вперед я не пойду. Ну, кстати, хорошее место, смотрите. Два банана, два калагера. То есть просто весь... А, и там еще овцы. Просто столица вся окружена картиночками. Круто. Ну, я карточку поставил. Ну, я карточку поставил. Угу. Хой. Зашибись человеку с местом, завезло. Я картонку не ставил. Пошли-ка в астрологию пока. Хой, и там уже бьет? Да, там коняшка заспавнилась еще. Блин. до юнитов боюсь атака это все лёшины козни реально получается я тут причем вообще непонятно давайте я хочу дружить с вами поэтому чтобы никто не обижался ну давай ладно так больно бьется блин ну станешь к а если делегация отправляя здесь золото это золото отдается делегация это ты сам там платишь ничего другому делега качать делегацию тебя никто не примет скажем так потому что это повышает видимость соответственно повышает силу юнитов в войне поэтому просто 10 монет мне пришли дайте сам у тебя попрошу это дипломатическая видимость повышается а мне тоже вот после патча стали вот значки ресурсов типа отображать точнее но производство клетки отображается криво короче они покрывают друг друга бывает иногда у меня так если я сейчас металла ставлю так и скажи нормально будет если на город поставлен а ты видишь ты туда не поставишь уже корт у меня через два хода будет вот видишь где мрамор скаут стоит я тебе вообще рекомендую вправо идти исследовать и вправо селиться по что если ты тут поставишь что мне некуда будет все лица там два мрамора один у истока реки а второй чуть повыше это ты поставишь если там город построили ты свой не сможешь поставить там где моя метка стоит ну я не вижу твоего пусть он сойдет я даже посел твоего не вижу мой посел там уже в джима миш если он тебя только сейчас идет он уже не успеет туда дайте река называется как римская метка в бане международную торговлю пока я хочу уже священное место постой нибудь рожане уже открывал можно это подказочку за письменностью сюда пойду ладно спасибо он пока мы не могу разобрать на стенку не отреживать прачников строить к же не не могу карточку не оставить на уж извините мастерство блин шотландин видишь какой добрый я не вижу где мы встретились на видим где-то далеко вообще суши шумер я честно говоря против шепты там вот сверху города стоя просто потому что мне тогда негде будет слева у меня слева просто уже океану ты вот твой скаут стоит раз два три в четырех клетках от скаута начинается океан влево чтоб ты понимал туши поищи справа у себя где-нибудь места иначе у меня просто нету место посел в другую месту ну просто мне иначе придется с ним привет у блин он шан и его первым нашел вавилон две науки за каждый шедевр а это значит что можно в принципе попробовать через театра лачки поиграть я думал в пустынях никто не будет ставить из-за зверя надо так а может метро лучше поселенцы чё я астрология 4 хода только поселенец будет строиться на производстве чисто 5 давайте попробуем блин правда я опять нифига похоже слушая манса муса а ты куда по не да тут хорошие места видите тут мне надо еще город как-то поставить криминалом не нужно то есть давайте я здесь куплю рабочего видишь мою столицу вообще направо пока что направо может чуть вверх тут как-то надо разместить два города еще дома очень далеко тут у меня наверно прачник погуляет грузин ты кого-то нашел еще смысле нацию пианур тоже к вот ну смотрите какие-то места есть поэтому кажется надо в мореходство выйти и смотреть что там я как мне золотой век вообще шансы кромлихи взял на окну да у него тут есть что-то я даже не знаю пока на что мне брать но не сказал бы что мне кромлихи зашли бы буквально три каменоломни рыбацкие лодки нет а что с престижем у нас в принципе неплохой престиж может мне на престиж взять веру есть каменная кладка ускорена тут еще свинина такая неплохая я даже не знаю и тут уже заработал наверно надо все-таки сначала сюда вести город ставить я тут я нормально бы не нету смысла ближе к шумеру честно говоря он сам где-то тут поставить чтобы тут нормально будет встанет здесь здесь а потом наверно туда будем расселяться давайте я схожу посмотрю что вот тут у нас на этой клеточке блин фигово фиговая территория плане мало то есть вот надо вот на это только рассчитывать мне бы конечно в мореходство выйти на счет дальше даже в мореходство пойду попробую может блин он 10 ходов осталось попробую может лодку построить тоже плюс все-таки так голландец там сверху виден уже это все это все лояльность от шумера есть руинки так вот здесь у нас видите сколько карпов хотел сказать крабов шалом шалом православная так но здесь по идее два города еще должны нагила слушай ты явно понятно изображает из себя только ну да это очень помогает бизнесу как говорилось в одном фильме да ну так надо правильно говорить тогда иначе палево надо решить где тут ну вообще наверно где прачник такой правда жалко жалко лес на самом деле на реке праздник давайте прям на реке вообще где встает на лошадей встает как бы это не звучало двусмысленно еще сюда наверное я бы даже вот сюда поставил ну а тут на самом деле грозе на море скорее я поставлю там пофигу на заплочить это место вообще как пофигу мне хотелось на лесу потому что открываешь я не могу тут зависит что здесь у нас кто быстрее получается но вы все сюда придетесь а вот валите отсюда что-то такое о дипломатия пошла бегать своими скаутами по моей территории ребят ну так не делается так вот у нас пантеон так священные места от тропических лесов ну как-то мало тропических лесов до плюс слева кто грузин вера 3 не смотрел о слушать мне вот это надо взять вот надо сначала посмотри кто сейчас лево меня извините 2 рудни в сторону в которой все у меня уже думаем там горы я не приду туда мне надо уходить за горе и сверху меня нет прохода снизу поэтому я не могущество поля а вот плюс производства и вера стратегического ресурса тоже блин я ну вот и фуди сработало кайф ну хоть еще хотя он каждый ход может срабатывать ну ладно давайте я по креме с линьков возьму 20 единиц мирового влия да знаете что сюда там у нас сверху еще перец плюс тут еще крабики нашлись давайте в мореходство попробую 8 ходов даже раньше выйду скорее всего что со священным местом везде плюс один мин хреново ну давайте сюда просто три хода у польши у польши у японии в два раза быстрее театральное что не видно количество армии у людей для для этого военная победа и отключена голландия второго янтаря не предвидится у тебя фианур если что-то говорит что тебя не слышно 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 да я услышал уже сделал громче ну короче шумер голландец у меня два мрамора на на торговлю если хотите кстати мрамор у нас что дает в предприятиях по моему эти культуру это значит что там нужно театра лачки где мрамор не производство зданий пантеоны остались чтобы даже брать неохота ну можно реально не брать зачем так но здесь очевидно сюда поставим соседство для кампуса было тут постою так дальше пошли замуровались обеих сторон сверху из-за которые выполнены сейчас ускорблен кашу мастерство нам бы надо ведь пока раннюю империю в норвегии всегда так там либо очень плохой старт либо если те хороший старт этим место на два города пошли вот это все чинить пока я бы стоит строительство 157 ходов если у меня шанс выйти в золотой век ну предположим так надо деньги наверно на галеру оставить да но что еще я тут еще могу взять а вон голландец так ну соседи понятны тут меня закроет шумер тут голландец как бы мне стопудово нужны нужно вот сюда смотреть что у нас здесь потому что судя по всему вот это все что я могу поставить 1 2 3 4 5 6 городов дальше только туда но с другой стороны все могло быть и хуже первыми соседях могли быть норвежец и индонезиец а это просто ну япония типа каш имеет плюс 5 на прибрежных клетках но еще одно извержение так ну здесь нормально а ну еще попробуем нам бы религию до ну что дойдет у меня посел нет второй город голландца трудовую повинность ускорили эти свит чудес содержание правительства губернаторский титул но вообще губернаторский титул несомненно нужен даже проход потом я тебе дам индонезис если когда я выйду русского стоит так шесть ходов а я успею вообще все поняли здесь основать шумер зачем-то пророка тоже делать но тут у него горы есть очевидно очень неплохо там так он скорее столько сидеть город теперь поставит мы здесь еще может дам тут токио довел голландец тоже на побережье тут пожалуй пингалу в киото что на ннр даже и религию не успею основать и в нормальный век упал и все как-то не очень чудеса нет ну производство давайте морских юнитов но я бы купил я еще ж не открыл даже мореходство юнитов раме один разведчик хоть пока против варваров оставим пять ходов пять ходов что-то я прям даже не успеваю пока приход что можно списывать меня негде прачников прокачать потому что нету если что эти грузин не получил проход по села я заметил спасибо это на росту ну крюбок не дарствуют вот так вот и в школе ставить пистолет и случайно не собачиваться тупо пуском кругу возникнет нету а на и вверх по металлу в этой части если города на реке у них река работает как торговый путь ну или какой-то еще и на механизме блин сорян выключил микрофон нет не работает как торговая река река здесь только пресную воду дает тут торговых путей за соединение городов вообще как таковых нету только караваны отравлены блин я очевидно не выйду в золотой век к сожалению мне вот это фудзи очень не в тему здесь где-то здесь надо будет ставить правительственную площадь даже скорее всего вот тут ну для трех городов пошли тут исследовать там куда должен быть еще потому что видите голландец встретил кого-то и шумер встретил кого-то я думаю что там он сверху три хода что у нас то есть еще молитвы будет вера но это получается 4 до 2 хода чего-то все равно не получается у меня выход по ходу я просто думаю надо ли мне проекты читать или это уже на следующий ну давайте попробуем конечно но уж и навек это у тебя залив такой и мне надо еще одну рыбу обработать чтобы увидеть где у меня судоходство будет не подожди ты не судоходство судоходство это две галеры для галеры нужно судоходство чтобы я мог поселенцами плыть на этот ну выглядит что тут вроде неплохие места судя по всему я сомневаюсь что там прям ничего нету да мышь на континентах играем то есть это еще 4 мне кажется 5 должен быть где-то человек голландец и шумер а вы кого встретили еще еще норвегию встретил норвежец а ты кроме голландии шумер еще кого-то встретил турок я буду с тобой воевать очень шум и на континенте почему мы же с тобой договорились хорошо ты меня возможности игру ты мне лишил возможности поиграть эту игру поэтому это все почему у тебя было этот город под киликом типа или то раз по тех раз ты мне заблочил только что возможность поставить нормальный город который находится там грубо говоря пяти шести клетках от моей столицы почти слева я не могу стране рода в пяти шести клетках от столицы у себя город который на море а вот и норвежец слава бог какую-то другую сторону от меня сплошная налево . такие упорочек для моря из города уже начинают палец где запретили я пока не хочу а кто-то мне но это тоже нету смысла я пока строю в столице другое так не знаю давайте по мастерству эту к одну гэшку нашел вот это меня смущает интерьер прибыл ну вот и говоришь с людьми кто быстрее они вот так вот потом дают заднюю заднюю но как ты сам сказал типа ну давай так так у меня останется 29 30 ход так античность я не выйду уже значит пророка наняли еще одно очко купить галеру сколько стоит 125 вверх от горе ты не можешь религиру кутать уж ни у кого денег попросить ладно давайте основать религию посмотрим сколько это даст угла я лично войти большая но все равно раз мы за японию синта изм есть есть не будем и иудаизм в этот раз так накорми мир норвежец я сейчас метку после нету соседшего нормального и давайте всемирную или на или на дне давайте на деньги так я жду блин мне 19 все поставил за пряности на рек отдал же денег эти кинул отдам 20 как ты какой-то чудо хорош покупаем это я странно попросил подождите от следующим ходом еще будет время но это как-то я странно попросил да я мечтая я что я не выхожу я думал следующим ходом хотя бы еще с плаваю галеркой поищу тут что-то блин бред какой-то манец расскажи мне как ты планируешь ставить города а кайф тут смотрите тут ушла медь ушел ушла так ну нам надо кстати а этот до оливки пока ник нигде не видать и наверно рыбу пойду ну нету смысла на самом деле покупать галеру к сожалению я не выхожу золотой век я бы тут галеры просто я против шотландец это супер близко ко мне у меня там тоже будет ну как бы вот мой последний город это через речку на клеточку если ты типа там ставишь город у нас контры начинаются наверное давайте светилище у меня тоже старится рядом тоже эти тут синтезм уже есть это будет еда и жилье и поставь ниже город ну типа хотя бы я не знаю там хотя бы рядом джунгли или там мы пойдем разбираться туда поставишь толки типа если нет то это все это упорка начнется на мастерстве наверно поставлю на карточку на поселенцев ли мне надо жарить города поставить как бы я на этом заканчиваю мы поримся или все-таки смысле вы боретесь давайте без пропаганды здесь вот это если ты мне город поставил но и теперь ты меня лишил возможности просто играть по-другому как него как я тебе лишил возможности у тебя он наверху просто не хочу я с тобой нормально разговаривать драки интриги расследование с кем грузия ссорится с арменией лишь нет грузия ссорится с россией обычно с армении это азербайджан у нас нет армении 6 цели только есть ереван на этом пока все продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока